Друзья, всем привет! С вами Алексей и это компания Japan Life. В прошлом ролике мы показали, какие европейские автомобили на правом руле можно привезти с аукционов в Японии в бюджет до 1 миллиона рублей. Ну а сегодня мы расскажем и покажем, какие свежие европейские автомобили именно на правом руле можно привезти с Японии в бюджет от 1 миллиона до 2. Ну как по мне, T-Cross по дизайну в салоне он выигрывает. Все, что необходимо для комфорта. Дорого, богато, дальние источники еще не готовы приобретать такие автомобили. Если руль вам не важен и вы готовы рассмотреть именно с правой стороны, то вы существенно сэкономите. Если вы не успели посмотреть наше предыдущее видео про бюджетные автомобили с Японии, то обязательно посмотрите. И также хочу отметить, что большинство автомобилей, которые у нас было в ролике, также можно отнести в эту категорию. То есть от миллиона до двух. Но сегодня мы пошли иным путем и рассмотрим именно проходные свежие автомобили с низкими пробегами, с высокими оценками, которые обходятся в указанный бюджет. Итак, первый на очереди у нас автомобиль это Volkswagen T-Cross. И он является одним из самых бюджетных, в то же время свежих автомобилей, которые можно привезти. В Японии начал выпускаться в 2019 году с литровым мотором на 116 лошадиных сил. Работает на роботе и идет только на переднем приводе. Так, на своих экранах вы можете увидеть данную модель. Как по мне, стильно, компактно, клиренс 185 мм. Такой отличный кроссовер подойдет как для города, так и для небольшого бездорожья. Можно сравнить его с японским. С японской моделью это Toyota Race, либо Adaihatsu Roki. Но как по мне, T-Cross по дизайну в салоне он выигрывает. То есть салон у него более такой стильный. А по размерам все плюс-минус то же самое. Ну вот багажник, наверное, сантиметров 5-10, чуть-чуть побольше. Итак, стоимость автомобиля. Если его приобретать под заказ с аукционов Японии и взять, к примеру, 20-й год, красный цвет, литровый двигатель, пробег 40 тысяч и оценкой 4,5 балла, цена в водеустойке составит 1 миллион 250 тысяч рублей. Друзья, напомню, что с Японией, если вы приобретете какой-то из этих автомобиль, то он обойдется вам намного дешевле, нежели заказывать с Европы, либо купить здесь, в России, на местном рынке. Отличие будет только расположение руля. То есть если руль вам не важен и вы готовы рассмотреть именно с правой стороны, то вы существенно сэкономите. Ну а следующий автомобиль у нас это Peugeot 208. В Японии такой автомобиль на аукционах можно встретить, начиная с 2012 года. Идет с моторами 1.2, либо 1.6 литров. Но если рассматривать более свежие версии, это 2020 год, то как раз мотор будет только 1.2. Работает на классическом автомате на переднем приводе. Эту модель вы сейчас можете видеть на своих экранах. Так же как в Европе, в Японии большой выбор расцветок автомобилей. То есть можно подобрать на любой вкус и цвет. Отличительной чертой является наличие клыков, как бы выходящих из оптики. Если оценивать в общем, стильный, красивый хэтчбэк отлично подойдет для города. По салону дизайнеры также постарались. Очень стильно, очень современно. Все на своих местах. Единственный момент, здесь у нас леворукая версия. Но представим, что руль на правом. К сожалению, в каталоге дрома нет версии на правом руле. Поэтому мы можем показать такие варианты и статистик. Хочу также отметить, как очень круто смотрится руль у этого автомобиля. В общем, хэтчбэк стандартных размеров. Сзади места не так много. В багажнике тоже места немного. Но при необходимости можно сдвинуть второй ряд сидений. Вернее, закинуть спинки. И место багажника у вас увеличится. Итак, Peugeot 208 2020 года. В белом цвете с мотором 1,2 литра. 39 тысяч пробег. Оценка 4,5 балла. То есть, отличное состояние автомобиля. Цена в Владивостоке составит 1 миллион 350 тысяч рублей. Следующий европеец у нас обходится чуть дороже предыдущего. Это Citroёn C3. В Японии такую модель на аукционах можно встретить начиная с 2005 года. Более старые версии шли еще с мотором 1,6. Если рассматривать более свежие, то они идут только с мотором 1,2 литра. Бывают как на механике, так же и на автомате. И идут только на переднем приводе. Итак, Citroёn C3. К примеру, по цветам, так же как в Европе, можно найти именно вот в таком раскрасе. Это белый цвет, красная крыша, красные уши можно найти и в Японии. Выделяет оптика интересная. Выделяет такие вот штучки, которые идут по периметру кузова. Но бывают модели и без этих вставок. В общем, разные цвета, разные комплектации. Все что угодно можем подобрать именно для вас. По салону все очень просто, лаконично, все на своих местах. Здесь у нас леворукая версия, но руль будет на правой стороне. Дисплей, климат, кнопка запуска двигателя, полный мультируль. В общем, все что необходимо для комфорта. Такой вариант 2021 года в белом цвете с мотором 1,2 литра с пробегом 21 тысяча километров. Оценкой 5 баллов обойдется в бюджет 1 миллион 420 тысяч рублей. Еще один хатчбэк в нашу копилочку, который можно привезти с аукционов Японии. Это Audi A1. В Японии такой автомобиль начал выпускаться с 2011 года по настоящее время. Если же рассматривать проходные года, это у нас как раз будет второе поколение. И в данном поколении можно приобрести автомобиль с литровым мотором, либо с полуторалитровым мотором. В любом случае это будет только передний привод, и автомобиль работает исключительно на роботе. Audi A1. С Японии автомобиль будет иметь те же самые опции, что и европейская версия. Если же рассматривать автомобиль под заказ и везти его с Японии, то 2020 года в белом цвете с пробегом 89 тысяч и оценкой 4,5 баллов, цена за такой автомобиль стоит 1 миллион 550 тысяч рублей. Audi A2. Это кроссовер, который также можно привезти с аукционов Японии. С 2017 года начал этот автомобиль выпускаться в Японии. Выпускается по настоящее время. В 2021 году, а конкретно в мае, был рестайлинг. Если вы хотите приобрести уже рестайлинговую версию, то уже можно приобретать. Данный автомобиль оборудован моторами 1 литр на 116 лошадиных сил, а также 1 на 4 литра на 150 лошадиных сил. В любом случае оба варианта идут только на переднем приводе. Приобретая такой автомобиль под заказ, вы можете приобрести 2020 год в черном цвете. Комплектации Sport. Литровый двигатель с пробегом 63 тысячи и оценкой 4,5 балла. Бюджет всего лишь 1 миллион 600 тысяч. Итак, бюджет до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Вы можете себе позволить приобрести Peugeot 508 2020 года. Вообще, данные автомобили в Японии появились начиная с 2011 года. Идут с мотором двигателя 1,6 литров на 180 лошадиных сил. То есть это мощный универсал, такой как Subaru Le Work. Итак, собственно, вот так выглядит этот автомобиль. Ну, скажу честно, таких с Японии везут не совсем много. Возможно, люди, наши местные, дальневосточники, еще не готовы приобретать такие автомобили. Но если кто нас смотрит запада, то советую приглядеться. И, возможно, вы станете счастливым обладателем. Это универсал. Длинный. Смотрится стильно. Смотрится дорого. Богато. Такие версии в Японии встречаются с люком. При желании можно приобрести крутые диски. Но в то же время посмотрите на салон. Так же, как и внешка, очень стильно, очень дорого. Крутой дизайн. Видно, что материалы все качественные. Кожный салон. Все прошито строчкой. В общем, такой отличный автомобиль. Это, как уже упомянул, такой, наверное, аналог Леворга. Поэтому мощный, резвый. Если желаете приобрести, в то же время очень вместительный. Можно разложить второй ряд сидений. У вас получится просто громадное количество места. Поэтому желайте, заказывайте. Мы вам поможем. Так, если рассматривать такой автомобиль под заказ, как уже озвучил сумму, это бюджет ставит до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Вот пример. Peugeot 508. 2020 год белый цвет. 1,6 литров мотор. 55 тысяч пробег. И оценка 4,5 балла. Цена в аудиостоке ставит 1 миллион 680 тысяч. Следующий автомобиль это Audi A3. История в Японии у него пошла аж с 96 года. И данный автомобиль выпускается по сей день. И в Японии было представлено аж 4 поколения. Кстати, четвертое поколение вот-вот станет проходным. То есть, если желаете приобрести совершенно новый автомобиль в свежем кузове, то советую рассмотреть покупку уже сейчас. Потому что в мае данный автомобиль можно завозить по выгодной таможенной пошлине. Но, если же рассматривать все-таки проходной и третье поколение рестайлинг, то у вас будет выбор. Можно выбрать автомобиль в кузове хэтчбэк, либо седан. В любом случае, объем двигателя будет 1,4 литра на 120 лошадиных сил на переднем приводе. И вот пример. Если рассматривать Audi A3 в белом цвете с мотором 1,4, пробегом всего 32 тысячи и оценкой 4,5 балла, то цена в радиостойке стоит 1 миллион 750 тысяч рублей. Еще один представитель из Peugeot – это Peugeot 2008. Полноценный такой джип прямиком из Японии. Начал выпускаться в 2014 году. Доступен к заказу как и более старые версии, так и совершенно новые. Новые – это уже будет второе поколение, которое как раз начало выпускаться в 2020 году. И вот пример. 2021 года в красном цвете с мотором 1,2 литра. 19 тысяч пробег, оценка 4,5 балла. Цена в радиостоке состоит 1 миллион 930 тысяч рублей. Хоть это джип, но такие версии идут исключительно на переднем приводе с мотором 1,2, либо 1,5 и мощностью 120 лошадиных сил. То есть, если бы был полный привод, то, скажем, цены бы ему не было. Ну и на закуску BMW 2 серии. Данный автомобиль в Японии появился в 2014 году. В 2017 году был рестайлинг. И второе поколение появилось в 2022 году. Но, к сожалению, пока еще такие автомобили не возят, так как они не проходные. Поэтому доступны к заказу наиболее оптимальные варианты. Это 2019-2020 год. Это как раз-таки рестайлинг. Данный автомобиль представлен с мотором 1,5 литров на 140 лошадиных сил. Работает на роботе исключительно на переднем приводе. И такой автомобиль можно привезти под заказ с аукционов Японии. И цена стоит 1 миллион 930. За эту цену вы получите 2021 год, белый цвет, оценка 4,5 балла. Друзья, если вы хотите видеть продолжение данных роликов, какие европейские автомобили с Японии на правом руле можно привезти под заказ, то обязательно ставьте нам лайк, поддержите нас. И мы выпустим еще третий ролик автомобиля свыше 2 миллионов рублей. То есть самый-самый топчик европейцев из Японии. С вами был Алексей. Это компания Japan Life. Всем пока!